Я не помню в переводе с какого языка волонтёр – это добровольный помощник. Для кого-то это состояние души. Опять же, в наше время люди просто не хотят, ну или как бы боятся, что это займёт слишком много времени, это слишком много затратно. А если так разобраться, в принципе, помощь маленькой не бывает. Пока ты будешь сидеть дома и думать, вот, ай, это у меня не получится, это тяжело, оно так и будет не получится, нужно попробовать. Просто хотя бы прийти и посмотреть, как работают волонтёры и как это, что происходит. Я являюсь волонтёром Красного Креста. Волонтёр я уже порядка шести лет. Из-за своей жизни я поменял много профессий, и к теме волонтёрства, ну, вот, я пришёл только, вот, наверное, лет, да, ну, шесть лет назад. До того, как стать волонтёром Красного Креста, я занимался волонтёрской группе. Изначально моё активное направление было это клоунотерапия. Тема клоунады меня интересовала очень давно. Даже учительница в начальных классах мне сказала, что тебе нужно поступать в цирковой. Но не сложилось. И вот это уже, получается, порядка семи или восьми лет назад, как-то я по телевизору или в интернете, я увидел ролик именно про больничных клоунов. Потом я дальше начал вникать в эту тему, и оказалось, что у нас в Витебске существует волонтёрская группа «Доктор не болит». Стало интересно, я связался с ними, с координаторами. Пришёл посмотреть, так я там и остался. Затем уже через какое-то время мне ещё предложили присоединиться к Красному Кресту. Тоже у нас больничные клоуны, весёлый доктор. Самый первый мой выход – это был здесь, в Витебске. Тогда это ещё называлось детско-областная больница. Я как бы пришёл с ребятами первый раз в отделение. Я посмотрел, как они работают. Ну, я так немножко начал сомневаться, получится ли у меня хотя бы наполовину так, как это у них происходило. Вообще, первый раз я больше похож был как-то на говорящую тумбочку. То есть я пришёл в палату, стоял в углу и тихонько смотрел, как наш руководитель этого проекта, Марина Нижорина, как она работала. Также мы посещали детские больницы, детские дома, приюты, социальные центры, даже коррекционный центр посещали. То есть работали с различными детьми. То есть дети, они всегда остаются дети, вне зависимости от особенностей развития. Но всё равно это ребёнок. Понимаете, да, это эмоционально тяжело. Ну, как бы вот перед походом к детям ты себя настраиваешь, там положительные эмоции, блин, там у кого какой рецепт, кто-то мороженое поест, кто-то посмотрит любимый фильм, идёшь туда весёлый такой, счастливый. Как отработаешься с детьми, уже выходишь выжатый, как лимон. Они забирают твои положительные эмоции, отдают свои отрицательные. Существует такое понятие, как эмоциональное выграние. В тебе накапливается это всё со временем. Сразу, когда неопытный вообще был, я даже не знал, что есть такое понятие, как это называется. Просто накапливалась усталость. Получались такие периоды, думаю, всё, устал, больше не пойду. Там буквально проходит какое-то время и уже начинаешь скучать. Больничный клоун, он отличается от клоуна циркового, который выступает на арене. Здесь не нужно доставать из шляпы кролика, и это будет смешно. Здесь это больше получается как бы, наверное, процентов 60 – это работа как аниматор, а процентов 40 – это всё-таки уже работа как психолога. Не всегда нужно было детям, чтобы с ними бегали, прыгали, играли. Иногда было достаточно, чтобы их просто выслушали. То есть им нужно кому-то выговориться. Больничные клоуны, они же вот тоже… У них халаты, но они не белые, они разрисованные. Вот при помощи халатов, опять же, мы боремся с боязнью белого халата. Когда ребёнок находится, допустим, в больнице, заходит кто-то в белом халате. Ребёнок понимает, что у него правого голоса нет, а тут заходят клоуны тоже в белых халатах. Но в первую очередь мы спрашивали разрешение войти, то есть решение понимает сам ребёнок, будет он с нами работать или не будет. У нас есть в Бахушевске дом-интернат для детей с особенностями психо-физического развития. С ними тяжело работать, ну это первоначально. А потом это всё гораздо оказывается проще, даже проще. Вот мне даже больше нравилось, нравится работать с детьми с особенностями. Это неподдельные эмоции, это неподдельный восторг. Если он не захотел с тобой общаться, работать, то всё, он уже своё мнение не поменяет. Вот после первого, вот первый раз, когда я попал в Бахушевск, это было тяжело. Пока я не услышал про такое выражение, как «солнечные дети». У них, по их мнению, это мы больные, а они здоровы. То есть у них свои вопросы, у них свои взгляды на жизнь, у них свои проблемы и радости. Только после этого, как над этим задумался, вот тогда полегчало. Каждому ребёнку нужен свой подход. Когда работаешь с детьми, ну, свои особенности есть. И вот, допустим, вот была дикая ситуация, что вот там 15 человек детей, вот 14, они всё нормально на это всё реагируют. Но есть один, который мешает. Хотя секрет открывать не буду, наверное, сказал два слова и всё. И он стал шёлковым. У каждого волонтёра есть свой любимый возраст детей, с которыми они работают. У меня уже вот, ну, где-то с шести до девяти. Ну, понимаете, с малышами работать тяжело. Тяжело в плане того, что, в плане коммуникации. Я больше люблю с ними поговорить, скажем. Скажем так, я больше люблю поговорить, а с малышами сильно не договоришься. Заходишь, здорово, пацаны. Меня зовут Тюбик. А почему Тюбик? Тюбик – это потому что талантливый, это юный, это безобразный, и кривляк. А ещё Тюбики разные бывают. Какие знаешь Тюбики? А, это у меня вопрос. Да, да, вот вам вопрос. Красный, голубой, зелёный. Ага, ну так это с краской. Это с краской Тюбики. А есть же Тюбики со сгущенкой. А есть с вареньем. Работа с детьми, понимаете, ну, вот опять же, особенности больничного клоуна. Да, есть какой-то сценарий, по какому-то ты придерживаешься. Основное – это импровизация. Валерия я уже знаю больше шести лет, и он пришёл в нашу организацию как волонтёр, который работал с детьми в таком направлении, как клоунотерапия. Ну, в последующем действительно он познакомился с нашей деятельностью, познакомился с другими направлениями и активно помогал и помогает нам и сейчас в таком направлении, как подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации. Активно откликнулся на помощь людям в условиях распространения вспышки COVID-19. Несколько лет представлял Витебскую областную организацию в Национальном волонтёрском совете Белорусского Красного Креста. Ну, это тот человек, на которого мы всегда можем положиться, потому что он фактически безоткаден, и если его время, работа позволяет помочь, там он всегда откликается, и по множеству ряду вопросов можно на него рассчитывать, на его помощь, на его знания, опыт. В свою очередь, действительно, он активно обучался на наших различных тренингах, семинарах, то есть это уже волонтёр с такой высокой квалификацией волонтёра. Я в основном сейчас работаю в костюме, в ростовой цепле, в костюме ростового клоуна. То есть есть у нас такой клоун-карандаш. Вот. Вот такой у нас красавчик. Вот это у нас наш красавчик-клоун-карандаш, да? Ну вот эта голова, она просто вот на меня одевается, ну, в пределах, так, килограмм пяти. То есть это не самый тяжёлый костюм, который встречался в моей жизни. Ну вот вчера последнее мероприятие было, ну, часа полтора я в нём провёл. Ну, сейчас как бы зима, ещё более-менее погодные условия. Летом, конечно, вообще как плюшем одеяли побегать, попрыгать. Да, выходишь как из сауны полностью. На ростовых кукол дети всегда реагируют. Очень положительно, очень хорошо. Особенно, когда это в новинку, которых они ещё не видели в городе. С этим костюмом не так уж давно, к этому костюму где-то ещё меньше, чем полгода. А так тоже был различный опыт. Кем я только не был, я был и медведем, я был и зеброй, и зайцем. Тут, наверное, проще вспомнить, кем я не был. Ну, это как клоун, да, он ещё говорящий, допустим. Он может говорить. А если ты у медведя, блин, дети прилихают, что-то спрашивают. Ну, не будет же медведь отвечать. Понятно, что дети, которые старше, не понимают, что это человек переодет. А малыши, ему сразу, а мишка. Периодически даже узнают в городе. То есть, особенно, когда вот плодотворно сильно работали, можно было спокойно в городе, от кого-то встретить, и всё там, а, ты клоун. Или дети. Ну, дети мало, в основном родители узнавали. Помимо клоунотерапии, я ещё принимаю участие в направлении «Это команда быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и розыску». Принимали участие в различных там мероприятиях. То есть, помощь при подтоплении, пункты обогрева. Это поиск потерявшихся. Был случай, что мы искали дедушку в лесу. Зимой в лесу, снега по пояс намело. И мы цепью по лесу ходили, искали дедушку. Помимо этого, ну, конечно же, мы плотно сотрудничаем со всеми экстренными службами города. То есть, МЧС, милиция. И последнее у нас даже было учение в Витебском аэропорту. То есть, совместно там уже были и МЧС, и МВД, и Следственный комитет, и скорая. В нашей команде все волонтеры обладают навыками оказания первой медицинской помощи. У нас проходят тренинги, у нас же есть инструктора и тренеры. Ну, наши же волонтеры и оказывали помощь в прошлом году даже на границе во время эмигрантского кризиса. Наши волонтеры там даже встретили Новый год. Знаете, 22-й год запомнился для меня очень ярким событием. Мы, Витебская областная организация, открыла кризисный центр для мигрантов, которые прибывают из Украины. Мы понимаем, что этим людям нужна помощь. Кто, вы думаете, первым пришел к нам помочь? Пришел, конечно, Валера. Они вместе с ребятами собирали мебель. Они устанавливали посудомоечные, стиральные машины. Я понимаю, что Валера работает, он занят на работе. Но после работы он спешил в течение месяца. Каждый день, невзирая на погоду, невзирая на свои домашние дела, он помогал. Он понимал, что это нам надо. Понимаете, когда есть такое единение, это очень большого стоит. Он у нас и в кризисной комнате, он и в отряде быстрого реагирования. Но самое главное, первая встреча наша была, наверное, с клоунады. У нас шел проект, и мы оказывали помощь детям в больницах в нашем областном центре. И такой случай был, что в Рассонах возгорание в школе было, и дети, испугавшись, прыгнули со второго этажа. Их доставили в больницу. И мальчик, который хотел связать свою жизнь с военной карьерой, получил такую травму, которая несовместима была. И он ни с кем не разговаривал в течение двух недель. Но когда зашел в палату Валеры, ребенок первый раз улыбнулся. Ну, наверное, почувствовал, почувствовал положительные эмоции от этого замечательного человека. И я говорю, что бы у нас ни происходило, Валера всегда вместе с нами. Поэтому нам побольше таких Валер надо. Хотя у нас есть много хороших ребят, но Валера, наверное, один из лучших. По профессии, ну, в данный момент я работаю дворником. Дворник, ну, как бы работа такая подразумевает, конечно, активно физический труд. Ну, одной работой же постоянно жить, это тоже. Нужны какие-то, ну, моменты, скажем так, чем-то себя занимать. У меня есть велосипед, я на нем весь сезон. То есть вот как снег растаял, я сел на велосипед. Я не пользуюсь общественным транспортом, так везде стараюсь на велосипеде. Жена к моим вот этим увлечениям, скажем так, относится нейтрально. А дочь, она меня поддерживает полностью. То есть она пошла по моим стопам, она занимается волонтерством тоже, и в больничных кулонах принимает участие. После каждой работы, после каждого мероприятия или похода в больницу, происходит, скажем так, обратная связь. То есть мы по-любому собираемся, там, чай в кофеек, вкусняшки какие-нибудь, и обсуждаем, как что прошло, как отработали, какие были положительные моменты, какие отрицательные. И это, кстати, хорошо помогает как эмоциональная разгрузка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!